Добрый день! Американские ученые провели исследование, является ли зависимость вредной привычкой или же чем-то иным. Ну, не знаю, что побудило проводить исследование по вопросу, который, в общем-то, уже давным-давно известен. Это, скорее, не медицинское, скорее психологическое исследование. Ну, и по его результатам американские коллеги пришли к выводу, что зависимость просто силой воли не победить. Да, просматривался именно вариант, что вот взять себя в руки, перестать употреблять и, соответственно, вот так держаться. Опять же, повторюсь, известно давным-давно, но ладно, еще одно исследование, почему бы нет. Дело в том, что для того, чтобы решать какой-то вопрос силой воли, да, просто вот взять себя в руки, упереться и все, и решить вопрос, надо четко дифференцировать, где, собственно, проблема, а где ты. Если это зависимость, то, как правило, это трудно сделать, потому что, к сожалению, зависимости отличаются тем, что они очень глубоко интегрированы в психику самого человека. То есть зависимость проявляется как на уровне еще даже генетической детерминации, то есть очень часто это является одним из факторов, так скажем, уязвимости. Так, на фоне раннего развития, воспитания, различных психологических компонентов взаимодействия в макро-микросоциуме, психического инфантилизма, невротических состояний, психотических уже реакций, когда мы говорим о делирии, там, амнезии алкогольной, энцефалопатии, вернике, и довольно дегенеративных состояний психики, нервной системы, мозга в целом, таких как алкогольная деменция, алкогольный амнестический синдром. То есть зависимость пронизывает всю психику человека, и при этом она крайне-крайне скрытая. То есть это только на поздних стадиях мы видим вот эту фабрику по переработке, по переработке психоактивного вещества, будь то алкоголь или наркотики, который просто ходит на двух ногах и запихивает в себя абсолютно любую дырянь, уже не думая ни о качестве, ни количестве, ни последствиях, ни о чем. А большую часть этого заболевания мы видим совершенно нормального, адекватного человека, ну который имеет какие-то слабости. Это побуждает воспринимать зависимость именно как вредную привычку. Но даже на этом раннем этапе, к сожалению, это уже не имеет отношения к привычке, и не имеет особого отношения к окружению, на которое делают упор авторы исследования. Это в большей степени определяется именно навязчивым влечением к употреблению психоактивного вещества, но проявляющимся очень-очень исподволь. Не то, что человек хочется вскочить с утра с кровати и бежать сразу нажраться водки, нет. Но это уже вторая-третья стадия, когда как раз та самая фабрика по переработке психоактивных веществ. А на первой, даже в начале второй стадии, человек, в общем-то, ведет себя очень прилично, он в значительной степени случаев контролирует свое поведение, но потихонечку-потихонечку употребляет все больше и больше, чаще и чаще, с более тяжелыми последствиями, но находит для этого какие-то психологически понятные, легитимирующие употребления объяснения. Плохая работа, хорошая работа, много денег, мало денег, есть семья, нет семьи, много детей, нет детей, тещик, начальник, козел и так далее. То есть масса различных причин, по которым человек не может не выпить. Хотя реально он уже давным-давно выпивает, потому что у него регулярно возникает вот это вот навязчивое влечение к употреблению, которое благополучно мастеруется под его желание. И именно потому, что это выглядит как его желание, использовать силу воли не получается. Человек не может использовать силу воли против самого себя. То есть если бы ему надо было бороться с каким-то противником, с каким-то там дефектом очевидным, там у него нет ноги, он тренируется, ходит на протезе, ему было бы легче, он бы мог победить своей волей. А здесь все внутри, все внутри головы, как бы все твое. С чем бороться-то? Ты же сам захотел алкоголь, вот ты сам и выпил. Ну как, себе молотком по голове постучать? И пока человек не может не научиться отличать свои собственные психические акты, свои собственные желания, свои собственные побуждения от вот этого навязчивого самого влечения к употреблению психоактивного вещества, применять свой волевой потенциал, даже очень мощный, практически не к чему. Я по роду своей деятельности достаточно долго работал с различными представителями силовых ведомств и с бандитами как раз в начале карьеры, в конце 90-х, начале 2000-х. И там и там люди были вполне себе волевые, но абсолютно, так скажем, ну не то, что инкурабельные, но, по крайней мере, с очень большим трудом поддающимся какой-то терапии зависимости. Так что просто сила воли действительно при зависимости не то, что бесполезна, но, так скажем, помогает далеко не всегда. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале, на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания.